Станислав Воскресенский продолжает знакомство с регионом и его жителями. В среду губернатор встречался со спортивной общественностью. В этом году на всероссийских соревнованиях ивановские спортсмены завоевали 221 медаль. Почти 100 из них – золотые. С короткими докладами выступили представители федерации, руководители спортшкол и тренеры. Рассказали, чем живут и кем гордятся. Наша легенда – это двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Кубка мира, чемпион Европы, пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Эдгар Калян. И на сегодняшний день он является не только, так сказать, эти звания он заслуженно заслужил, но он является действующим спортсменом. От побед к проблемам. Представители спортивных ассоциаций рассказали, что нередко подготовленных в Ивановской области спортсменов переманивают более крупные клубы страны. Губернатору предложили предусмотреть региональную программу поддержки тех, кто достиг уровня национальных сборных команд. О финансовой стороне вопроса вообще говорили много. Федерация хоккея рассказала губернатору о своем бедственном положении. У нас самая большая проблема – отсутствие финансирования. То есть у нас все, чем мы живем, я говорю еще раз о детях и юношах, все ложится на плечи родителей. Все исключительно, вся материально-техническая база. Зашла речь и расширение спортивной инфраструктуры. Те же хоккеисты посетовали на нехватку крытых тренировочных катков. Сегодня такой в регионе только один. Станислав Воскресенский готов взяться за решение этой проблемы. Откровенно говоря, придется в небюджетные источники искать под такой первый лед. Вот есть мысль, вот они рекомендуют сделать два льда, потому что по затратам будет примерно одинаково. Сразу два льда, один, например, под хоккей, второй, параллельно под фигурное катание. И вот на основе металлоконструкции речь не идет о ледовом дворце пока. Но мы сейчас, мы потом с вами тогда отдельно посоветуем. Хорошо, спасибо, спасибо. В целом расширение спортбазы губернатор готов обсудить с профильными федерациями.